Ага, отлично. Вроде как все работает. Единственное только... Почему-то я опять ушел в оффлайн. Что-то не есть хорошо. Раньше такого не было. Сейчас, терпите. Проблема, конечно, в том, частично, что у меня не премиум аккаунт и нельзя настраивать выходную, как бы это сказать, разрешение выходное. Поэтому вам нужно будет, ну, соответственно, должен быть немаленький, такой, не слабый интернет, прям скажем. Хотя, может быть, и можно. Кто его знает. Я, если честно, очень давно уже не стримил, поэтому может быть все и так нормально работает. Ладно, народ, давайте я все-таки предлагаю начать. Всем привет еще раз, с кем я еще не здоровался. Мы начинаем наш стрим небольшой Dark Souls. Сразу скажу, что те, кто смотрит этот стрим на YouTube, я буду выкладывать все последующие, так сказать, серии тоже. Я разделю их на несколько эпизодов. Я думаю, примерно по 30-40 минут. И... Ну, а там уже посмотрим, как пойдет. На YouTube, как я и сказал, соответственно, сейчас можно будет уже это все посмотреть чуть попозже. Ну, и, соответственно, я все это залью. Ладно, предлагаю начать. Как я и написал на своем канале, я буду начинать заново игру. И начинать я буду ее новым билдом. и билд у меня будет на силу. Поэтому мы его назовем как-нибудь, чем-нибудь, вроде... А, точно. Так. Биг гай. Гай пишется так. Окей. Пока катит. Мужчина. Класс. За кого мы будем играть? Ну, пускай, я думаю, будет бандит. Дар. Ну, тут особо думать не надо. Жизнь, если не хочу усложнять, будет отмычка. Тело очень худое. Лицо нет. Странник с Востока. Волосы. Ну, пускай будут такие. И пускай он у нас будет седым. Так. В принципе, все у нас готово. Все, что нам осталось сделать, это, наверное, мне озвучить правила моего прохождения, которое теперь у нас будет. И правила, на самом деле, достаточно простые. Опять, никакой прокачки ХП. То есть, я буду опять без HP у нас прохождение будет. И второй момент, это никакой магии. Соответственно, за всю игру у меня не появится ни одного... ни одной магии в моей, так сказать, этой вот ячейке для магии. По-моему, я сказал уже магии раз за три за последние 15 секунд. Ну, раз такие дела, сразу же хочу еще сказать, что я не играл в Dark Souls уже последние три-четыре месяца. Я вам сейчас не шучу. Как бы, я действительно, я записал своего клирика достаточно давно. и сейчас только сижу и рендерю все это. Соответственно, все то, что я делал после этого, это играл в другие игры и, в общем-то, работал. И только сейчас у меня появилась возможность сделать небольшой стрим. Так что, как я и говорил, билд будет на силу. Ничего особенного. Также не ждите, что я тут буду рассказывать вам много про лор. Я, конечно, постараюсь что-то рассказать, но в основном это будет такой ну, спидраном, конечно, тоже не назовешь. Просто прохождение для себя, как говорится. Так, не сел. В какие-то случая надо сесть. И погнали, погнали, погнали. Так. Принем сразу же щит. Эквивим. Ау. Так, было бы неплохо еще его поменять. Да, вот так. Конечно, до настоящих спидранеров мне далеко. Эти спидранеры обычно всегда игнорируют щит. Сразу же делают бэкстаб кулаком и все, потом зашибись. Примерно вот так. По поводу того, что народ жалуетесь по поводу загрузки, тут извиняйте, но либо у вас должен быть более крутой интернет, либо у меня должны быть эти права, потому что если я сменю качество, то соответственно оно будет гораздо хреновее на выходном и на ютубе тоже будет отвратительное качество в таком случае. Поэтому извиняйте. я запрещал один. О! Да-да-да-да-да! Флягу с эстуса! Давай ключ! Отлично! Сладких снов! Так! Упс! Что-то я про тебя забыл, дружок? О, блин! Ты еще и сперва удара не умираешь! Ну, вообще, кошмар! Так! Ау! Не есть хорошо! Плохой стрелок! Как я давно уже не играл в Dark Souls. Соскучился, честно вам скажу. Так же, хотелось поиграть сегодня, что-то понял. Нет, надо еще и стрим забабахать. По хорошему счету. Кроме того, народ, если кому-то хочется, можете писать мне вопросы. В общем-то, любые. Не понял? Вау! Это был прикольный лак. И я буду на них отвечать по возможности. Сами понимаете. Ей! Победа! Ничего сложного. Будем надеяться, так и будет дальше продолжаться. Тикс! Сначала зашибись. Сходим, возьмем души. Сейчас у меня будет супер этот мой сложный забег, в котором я, как всегда, умираю раза два-три минимум. Чувствую, вам не особо понравится мой стрим, потому что, в отличие от моего прохождения клирика, здесь никаких катов не будет. и когда я буду умирать по тридцать, по сорок раз, все вы это будете лицезреть. Так. Ну вот и лордран. Наш угрюмый воин. В принципе, наверное, можно сходу уже прокачивать левел. силу у нас на 17 можно. Давайте, давайте сразу же будем вкачивать силу. В расчете у меня заэквипить двуручный меч, Swighander по-английски. Потому что его назвали двуручным мечом, я считаю вообще просто маразм. Ну, что поделаешь. Так, наверное, мы станем немножко поголее. отлично. И пойдем забирать все то, что нам нужно. Так, 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 так. Для начала сходим сюда. Отлично. Теперь мы сходим сюда. И начнем, наверное, вот это свырание. Скелеты, успокойтесь. Смирно, вольно, все дела. Игнорируйте меня, ради бога. Заберем вот это тоже. Заберем все вот тут. Бинокль вряд ли нам понадобится. Главное, чтобы взять двуручный меч. Отлично. Бегаем, бегаем, бегаем. Теперь где-то здесь у нас. Ага. Копьем. Оу, вау, оу, вау, какого хрена? Что меня бьет? Даже ничего не видно было. Ладно. Спокойно, спокойно. Бежим, бежим, бежим. Все у нас... О, мой бог. Так. Теперь сюда. выносливости мало. Может быть, стоило выносливость сначала прокачать. Ну ладно, посмотрим. Бегаем отсюда. И бежим сюда. Отлично. Первый забег успешный. Вроде как. тэкс. Теперь. Теперь, 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 теперь. В принципе, наверное, теперь мы сбегаем за душой. Посмотрим, как пойдет. Опаньки. Кто у нас тут уже успел умереть? Скорее всего, против Лотрека воевал, да? Привет, Анастасия. И спустимся теперь вниз. Посмотрим, что у нас сейчас будет там. Тэкс. И это нам не надо. И это нам пригодится. Тут у нас ничего. Как-то так. Тэкс. Угу. Угу, угу, угу. Так, здесь. Не знаю, зачем я сюда иду. Сюда мне не особо надо. Вот туда мы можем сбегать, забрать души. Как-то все сделать более правильно. Можно сбегать туда. Нет, туда мы побежем последнюю очередь, да. Потому что там, скорее всего, я точно умру. Поэтому лучше мы сбегаем сначала вот сюда. Так, и что-то я сделал очень большую глупость. Я забыл... Ай, блин. Вот что значит давно не играл. Я забыл взять тайники Петруса. Все, что мне нужно. Придется вернуться. Вот о чем я и говорил. К сожалению, тут у меня плана особо никакого нету, поэтому придется вам со мной тут страдать и понимать, какой я на самом деле ну в Dark Souls. Да, кстати говоря, заберем вот это тоже. так. Отвечаю на вопрос два у меня монитора или один я сворачиваю играю. Нет, у меня два монитора. Причем второй монитор я купил когда-то, если я не ошибаюсь, специально для именно рендеринга, потому что когда я начал комментировать видео после того, как я их заснимал, а не во время, гораздо удобнее было расширять в Sony Vegas картинку на полный экран и комментировать таким образом, чем смотреть на очень маленькое окошечко. Так, ладно. Можно, наверное, сразу же поговорить, кстати говоря, с Петрусом. Также сейчас заберем еще бомбы, не забыть бы их забрать. Да-да-да-да-да. Давай мне монету. Дай мне монету, зараза. Отлично. Так. Окей. Не особо надо. Ну ладно. И... Ну, да, сюда мы даже не смотрим. Сюда, в принципе, тоже. Жест возьмем. И... Все. И... Так. Так-так-так-так. Бегаем сюда. Заберем вот это. И теперь идем в тайник. Так. Треснувшая красная ола, которая нам, скорее всего, не понадобится в ближайшие часов восемь. Моргенштерн, который тоже, скорее всего, я... Блин, хотел сказать, продам. Да. Что-то я переиграл в разные игры, другие немножко. И, наконец-то, косточки. Так. И последний это талисман Эллойда, которые нам тоже пригодятся, наверное, только в ПВП. Вольно, други. Спите дальше. Мы тем временем возвращаемся сюда. Так. Не знаю, зачем я побежал сюда. Кстати говоря, кстати говоря, спойлер небольшой. Я вот все время говорю о том, что по задумке игры, точнее, по задумке разработчиков Андре должен был стать первенцем Гвина. Так вот, вот эту статую он отодвигает и за ней проход не пойми куда. Соответственно, как здесь вы видите, здесь мать с ребенком, то есть наверняка это имеется в виду как раз таки Андре. И тоже, для тех, кто не знает, очень часто у меня спрашивают этот сундук, он открытый, потому что пока что я не выкинул ничего супер важного для прохождения игры. Например, я думаю, если я выкинул флягу с Эстусом, то она там появится в этом сундуке. Так что это так, это проверка для дураков. Так, окей. В принципе, теперь уже возвращаемся к нашей изначальной задумке. Возьмем души, точнее, душу, воюем немножко с призраками, а точнее, будем убегать от них, крича, как маленькие девочки. и после этого уже пойдем на совсем хардкорные вещи. Это мы все убираем, нам тоже не надо. Двуручный меч у нас требует 24 сил, если взять его в одну руку, то это, соответственно, будет пополам, правильно? Нет, не пополам, а это 12 плюс 6, и, соответственно, это будет 18 сил, то есть у меня совсем немножко осталось, чтобы я мог взять его уже в две руки. Я с тяжелым оружием вообще почти что не игрался, поэтому я чувствую, что я тут буду очень много тупить. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, 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 так. Вольно. Спарта. Отлично. Кратковременное проклятие. Есть такое дело. Так, и теперь, и теперь, в принципе, у нас два варианта. Либо мы вообще всех игнорируем, либо мы пытаемся убить первых двух призжаков. Но я предлагаю вообще все это игнорировать полностью, потому что иначе у нас будут большие проблемы. Здорово, призжак. Сюда бежим, 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 бежим. Не останавливаемся. Отлично. И сия. Гуд. Окей. Отлично. Вторая, так сказать, стадия выполнена. Теперь остается самое сложное. Это мы убираем. И давайте-ка проверим все-таки правильно ли я все рассчитал. Соответственно, это мы вообще щит мы убираем за спину. И теперь так, мне нужно немножко покушать душ, который у меня есть. Это мне дает тысячу. Нет, даже 800. в принципе, как раз. Правильно? так. Так, и сейчас посмотрим, получится ли, могу ли я теперь. Да, я правильно все просчитал. Для тех, кто не знает, как это считается, когда вот у меня, допустим, сейчас сколько у меня, 18 силы, мы считаем, как? Дуручный меч, он требует 24 силы, чтобы, если вы берете его в две руки, то сила, соответственно, уменьшается, требование ее на, получается, 25 процентов. То есть, мы берем, делим 24 на 2, это 12, и прибавляем половину от 12, и получается 18, поэтому я могу двумя руками использовать данный меч. Так, с этим все покончено, идем дальше. Конечно, с Вайхендером мне будут сейчас большие проблемы, некоторые вещи, я вообще не знаю, как их убивать. В основном, сейчас я думаю, мы будем бэкстабить все-таки. А вот на боссах там уже будет интересно. Так, отлично время, чтобы почитать, кто меня тут что спрашивает. На вопрос, буду ли я играть в Хардстоун с подписчиками. В принципе, да, почему бы и нет, когда-нибудь, я уверен, мы это с вами забабахаем. Так, что еще вы мне тут спрашиваете особо интересного? Что-то как-то пока что больше не вижу. Да, действительно, мне нужен помощник какой-нибудь. Эх, ну ладно. на вопрос, который мне пока что еще никто не задал, но я уверен, многие будут спрашивать, как часто буду я стримить. в принципе, по возможности. Я, как я и говорил вам, я буду стараться, точнее, не буду стараться, я и по-любому доделаю клирика, а дальше, я думаю, мы будем все-таки делать видео в таком формате, потому что это мне гораздо проще, видео гораздо будет быстрее, и таким образом я могу комментировать тогда, когда у меня есть возможность, а не тогда, когда я буду заранее планировать, а потом еще мне нужно будет съесть и кучу времени троить на то, чтобы все это отрендерить, озвучить и так далее, и так далее. Так, теперь начинаются достаточно сложные вещи. Вещи, при которых я, как правило, умираю, что достаточно печально. Для тех, кто не знает, этого дракона можно обойти двумя способами. Во-первых, это вот такой вот способ, можно так это все спокойненько сделать, а другой способ, это просто его пробудить. Причем, для тех, кто не знает, пока вы берете вот эту вещь, он спит. Но вот если вы возьмете ту вещь, которая лежит там, а именно там лежат меч и щит, которые, кстати говоря, мне вообще сейчас не нужны, по идее, возможно, я даже его сейчас проигнорирую, потому что я сейчас достаточно велик шанс того, что я просто умру. Поэтому пока что мы это все брать не будем. Где-то здесь у нас лежит человечность, хотя нет, не здесь, а подальше. Да, и вот сейчас начнутся гораздо более сложные вещи. Так, делайте ставки. Я думаю, что я умру. Раза два точно. Погнали. Главное, сейчас не сделать никаких глупых поступков. И главное, чтобы меня сейчас не зацепило крылом каким-нибудь боком. О, мой бог! Вау! Бежим, бежим. Еще бежим дальше. О, черт, вот черт. Это не было в планах. О, мой бог! Окей. Первого пробежали. Теперь бонзай. Просто сплошной бонзай. С криком за родину. Первый готов. И сейчас кажется, я умру! Фак! Ёлки-палки! Не хочу умирать! Нет! Нет, я не хочу! А! А, фак! О, мой бог! Кошмар! Не убивайте меня никто, ради бога! Не трогайте меня! Нет! Нет! Вау! Отлично! Честно вам скажу, я был уверен, что я тут умру. Так, окей. В принципе, вон там лежит армор, как раз-таки тот, который есть у меня, поэтому его нам тоже нафиг не надо брать. Что еще мы можем тут сделать? Как вариант, мы можем попробовать сбегать за щитом. Ну, это, блин, крайне рискованно, но хотя, попробовать всегда можно, правильно? Выбьем все эстусы. Все. Да, зачем-то. Ладно. Так, тысячу... тысячу душ сейчас, блин, провороним, если умрем. Обидно, но, бонзай. Понятно. Что-то я не просчитал. Где-то кто-то вроде как же спрыгивал. Или нет? Ну, ладно. Это было глупо. Окей, ладно. Главная вещь, которую мы все-таки хотели взять, мы взяли. Она нам потом очень сильно пригодится. Пока что, конечно, не особо, но в дальнейшем, я уверен, очень-очень. В принципе, теперь можно еще сбегать, конечно, за щитом. По такому же маршруту. Но, блин, что-то у меня нету желания, это честно. Поэтому пока что мы все-таки сбегаем сюда. А потом станем немножко потяжелее, помощнее. И сделаем все это. Так, заберем вот это. Вау! Что? Я что, ударил его только что этим, что ли? Древком? Ау! Блин, я забыл, что у меня баланса никакого нету. Не понял. Это что такое вообще? Что за урон смешной? Или я что-то опять неправильно рассчитал все-таки? По-моему, я что-то где-то тупанул. Потому что, что это за урон такой? Я не понимаю. Или я на New Game Plus 7? Что за 15 урона? О, фига! Кто-нибудь? Объясните мне, пожалуйста. А тут урон какой? Тоже мизерный. Так, похоже, что я какую-то чушь сказал по поводу скалирования силы. Не-е-е. А, ловкость. Блин. Правильно, правильно, правильно. Я забыл. Что-то я посмотрел на силу, не посмотрел на ловкость. Сколько он требует? 10. Блин, спасибо. Я дурак, бывает. К сожалению, ловкость у нас не скалируется от того, в сколько рук вы возьмете данное оружие. Эй, вот что значит, давно не играл. Так, ладно. Вроде как, на ловкость, я думаю, нас хватит душ, да? Да, по идее, одна только эта душа нам даст тысячу. Если не больше. Даже две, отлично. Так, вот, другое дело. Окей, а, и мы можем, в принципе, дальше прокачаться. В принципе, давайте выносливость теперь немножко поднимем, раз такие дела. Потому что выносливость все-таки хотя бы до 20 поднять стоит. Это факт. Так, и еще, наверное, что-нибудь сейчас скушаем, чтобы не обидно было потом душ потерять, если что. Самую маленькую какую-нибудь. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Отлично. Отлично. Продолжение следует...